Здорово, это Шамшурин, это видео называется «Отношения. Почему важен взгляд со стороны?». Значит, смотри, зачастую в конфликтах в отношениях с женщиной увидеть какие-то возможные последствия от какого-то своего поведения или ее поведения, тем более там негативные последствия, тебе очень мешают твои эмоции и твои чувства. Причем эмоции и чувства могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Например, кому-то мешает жалость, кому-то мешает обида, кому-то мешает какая-то там влюбленность, любовь, кому-то мешает злость и ярость. Но так или иначе эмоции это то, что не дает нам реально увидеть ситуацию со стороны. И в этот момент очень важно, чтобы кто-то со стороны смотрел трезвым профессиональным взглядом. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что люди, которые должны жить и радоваться, любить друг друга, быть счастливыми в отношениях, они не могут этого сделать, потому что у них все время какой-то один небольшой малюсенький камень преткновения, который взрывает кого-то из них или их обоих и вызывает кучу эмоций, мешающих им сойтись. Может быть даже какое-то непонимание друг друга. Либо это мешает разойтись людям, которым давным-давно нужно бежать друг от друга. То есть которым в принципе не место друг с другом, который выедает друг другу мозг настолько, что они просто оба устали от этих отношений, но они живут и мучаются всю жизнь тоже опять же из определенных чувств и эмоций. Из чувства вины, из чувства жалости, из чувства долга, из какой-то, какой-то, какой-то еще херни. И в этом видео будет два примера разных людей. То есть не так давно я тебе уже рассказывал об одном из моих клиентов, когда мужчина изначально создав семью, отношения с женщиной, брак был фиктивным ради того, чтобы получить там определенного вида документы. Уже тогда понимая, что ничего хорошего там не светит и не желая дальше надолго задерживаться в этих отношениях. То есть он там застрял и потом никак не мог бросить женщину, которая его не устраивала по определенным причинам, по определенным параметрам. То есть он четко понимал, что хочет уйти, и это вот та ситуация. Но уйти не мог, потому что ему мешала жалость, вина и все прочее, прочее. При этом он высыхал на корню, потому что когда ты обманываешь и не реализуешь самого себя, не реализуешь свои истинные желания, ни к чему хорошему это не приведет. Когда человек обратился к нам, четко понимая, что да, хочет уйти, но не может, мы ему помогли, сейчас уже прошло несколько месяцев, слава богу, и для него, и для нее, для этой женщины у них получилось расстаться. И сейчас он счастлив, он просто летает, он просто доволен жизнью, потому что когда ты живешь с женщиной, которая тебя не устраивает, этот вопрос, кстати, очень многих волнует, как расстаться с девушкой, которой не нравится. Ты энергетически опустошаешься, и сейчас, слава богу, у него все хорошо. И прежде чем я расскажу тебе следующую историю, противоположную, то есть бывает, кстати, такое, что в ссорах и конфликтах люди начинают видеть только негатив друг от друга. Они совершенно забывают о том хорошем, зачем они сошлись, зачем они создали эти отношения, зачем они в них находятся. И получается такая история, что люди видят мелкое и плохое, и на этом концентрируют свое внимание, забывая про большое, глобальное и хорошее, что у них было, что у них есть сейчас, по сей день. И в этот момент, тем более, нужен взгляд со стороны, чтобы кто-то помог их рассудить. И вот противоположная история, к нам также пришел мужчина, очень жесткий мужик, он абсолютно никак не принимал никакую критику в свой адрес, он был очень требовательным к себе, очень жесткий с людьми, с кем угодно. Ну, это все, как правило, начинается с самим собой, то есть просто человек, созданный из железа. И у него не получалось строить отношения с женщинами, потому что долгое время они, ну, буквально неделю они от него сбегали. Они не могли его терпеть, потому что они чувствовали огромное, невероятное давление на себе с его стороны. Он просто вел себя с ними, как какой-то жесткий генерал с обычными солдатами, с землекопами, то есть он пытался просто ими командовать. Это ему очень сильно мешало, и не только с женщинами, кстати. То есть это мешало ему и с коллегами, и с людьми, и с друзьями. И я больше чем уверен, что большинство из этих его знакомых людей, они как бы видели, понимали всю проблему, то есть, ну, они даже, наверное, боялись ему об этом сказать, потому что дядька серьезный, очень серьезный, очень суровый мужик, то там можно обойтись плохими последствиями, вот. Но это моя работа, и придя ко мне, он получил грамотную обратную связь. Самое главное, что нужно сделать, нужно правильно подобрать к человеку подход и слова. И на самом деле с такими жесткими людьми отчасти даже проще, потому что жесткого мужчину немножечко размягчить, это более такая легкая задача, чем если к тебе приходит мужчина-зефир, вот эта вот няшность и позиция снизу, и нежность какая-то, и жалость, которая очень сильно мешает ему, то есть там его более сложно сделать уже жестким. То есть это, по сути дела, основная категория мужиков, которые ко мне приходят. Причем есть и какая-то серединная категория, когда мягкие с женщинами, но альфачи в жизни. То есть я бывало, что сидел с клиентом на индивидуальной консультации за столиком, и я слышал, как он орет на своих подчиненных по телефону, у меня у самого уже вот так вот прям вот все тело вжималось в стул. Но когда он, проходящий мимо женщине, по моей просьбе, что-то должен был сказать, он просто превращался в такое зефирное розовое облачко. Бывает и вот так. И самое главное, что тебе нужно научиться делать, то есть что объединяет вот и того, и того, и мягкого, и жесткого мужиков, которые пришли ко мне мягкие, потому что он понимал, что он не может самостоятельно решить проблему из-за своих чувств и эмоций, которые ему мешают. То есть он пришел, мы проблему эту решили. Жесткий дядька тоже, видимо, понимал, что ему что-то мешает. Уж не знаю, почему он выбрал меня, но как бы я сделал свою работу максимально хорошо, насколько я мог это сделать. И он тоже понимал где-то в глубине души, что, видимо, есть какая-то фигня, мешающая ему устанавливать контакт с этим миром, в частности, с женщинами. И как я уже сказал, что нужно научиться смотреть сквозь свои эмоции, чтобы увидеть какой-то выход из какой-то ситуации в жизни, либо чтобы увидеть возможные последствия в отношениях, которые тебя ожидают в ближайшее время. Но для этого нужен определенный опыт. Почему этого опыта у многих не хватает? Потому что за всю жизнь у многих реально мужчин было там, допустим, 3-4-5 женщин. Конечно, этого недостаточно для того, чтобы научиться отбрасывать эмоции и понять, что женщина, ну, это такой же человек, как и ты. То есть, если ты своему другу можешь сказать все, что угодно в лицо, отбросив какую-то там жалость или чувство стыда перед ним, потому что это твой друг, а как иначе, то с женщинами происходит по-другому. У меня этот опыт есть. Да, причем опыт должен быть скорее негативным. То есть, если вы не наступали на какие-то грабли, не делали каких-то ошибок, то этот опыт не сильно сохраняется в вашей голове. Столько негатива, сколько слышал я в своей жизни от женщин, на который я натыкался не только при знакомстве, но и на свиданиях, в отношениях, при расставании с этими женщинами. Было разное всякое. То есть, этот негатив дал мне... Ну, то есть, мне можно было бы посочувствовать, потому что столько я всего на себя принял. Но самое главное, что он дал мне, он дал мне опыт, которым сейчас я могу поделиться с тобой, чтобы ты не набил этих шишек. То есть, и мораль этого видео такова, что если ты сам, испытывая определенные эмоции, которые тебе мешают, не можешь решить какие-то проблемы, какие-то вопросы с женщинами, то для этого обязательно нужен взгляд со стороны. И благодаря своему опыту, теперь я точно знаю, что можно, что нельзя. И что приводит к каким-то последствиям. То есть, и как этих последствий избежать. Я хочу поделиться своим опытом с тобой 21 и 22 ноября на тренинге про отношения, на который ты все еще можешь забронировать место, пока они еще есть. Увидимся там. Ссылка под этим видео. Это был Шамшурин. Пока.